Друга своего хваля, себя хвалишь. Привет, ты Даша! И сегодня я снимаю видео, которое теперь называется с некоторых пор анкетным. Так сказать, повторяю, заулилай. Ссылку на её видео, она вечно, я оставлю, как всегда, под видео. И называется анкетное видео в социальной сети. То есть книга, как привязка к социальным сетям. Поехали! Твиттер. Ваша любимая короткая книга. Вообще, я долго думала на такие вопросы, потому что так уж вышло, что мне попытаются в основном книги объёмные. Ну, я подумала и нашла ответ. Сказки Сева Гущенко, Крапивина. Это небольшая повесть о мальчике, которой чудеса пришлось на послевоенное время. Послевоенное, я имею в виду Вторую мировую войну. Очень попутно, там очень много биографических моментов. Фейсбук. Книга, которую вас заставили вынудить прочитать. Не поверите, сумерки. То есть сначала я видела фильм, он мне, первую часть, он мне понравился. И когда Даша, которая в то время у нас работала, стала наставить, чтобы я непременно прочитала сумерки, даже для меня их скачала в тонном варианте, переписала, переименовала файлы так, чтобы было понятно, в каком порядке читать, на 1, 2, 3, 4, прям меня заставило их прочитать, я ни в какую не хотела. И я не люблю вампиров, если честно. И фильм мне понравился, а вот читать мне не хотелось. Но когда я прочитала, я была просто поражена, в хорошем смысле слова, и у меня мнение о фильме поменялось. То есть книги я стала обожать, а книгам противоположные у меня отношения. Тамблер. А, здесь буковки не хватает. Книга, которую вы прочитали до того, как ее начали читать все. Если есть такая книга, то я ее не знаю, потому что за книжной модой я не слежу категорически, как и за модой обыкновенной. Я читаю то, что мне нравится, и ношу тоже. Поэтому я не могу сказать, даже если такая книга есть, что я ее прочла до того, как ее начали читать все. Я не знаю, что ее читают все. Правда, я в курсе, что сейчас он как Джон Грин на волне. Я очень часто слышу это имя. Поэтому мне и запомнилось. А так я не в курсе. «Майспейс». Книга, которую вы читали давно, потому не помните, понравилась она вам или нет. Это любая безликая книга, которая такая унылая, и не производит никакого впечатления, вызывает никаких эмоций. вот взять любую такую книгу, посещение которой прошло год или больше, и она подойдет под эту категорию. Инстаграм. Книга, обложка которой была так красива, что вы ее немедленно выложили. И так, кстати, вышло, что на этот вопрос и на следующий, который еще прозвучит, это одна и та же книжка. Это «Век чудес» Карл Томпсон Уокер. Я ее обожаю. Здесь два варианта. То есть на суперобложку, кажется, это так называется. Я в обложках не мастер, поэтому прошу меня извинить. Учитывая, что книга «Конце света», почему она написана так, будто автор его прям пережила, очень впечатляюще. Учитывая это, картинка очень даже характерная. А учитывая причину, от чего все произошло, обложка самой книги тоже у нее как впечатляет. Все это я в Инстаграм выкладываю, когда книга у меня только-только появилась. Кстати, если я не ошибаюсь, я ее выиграла, по-моему, букмиксы в социальной сети, хотя бы не было ошибаться. Вот очень красивая булочка. Я считаю, что первая, что вторая. И следующий вопрос. Книга, которую вы хотели бы увидеть, экранизированной. Вот ее бы я хотела увидеть. Сложный, кстати, на самом деле вопрос, потому что все популярные книги, но не все, большинство, они экранизированы уже. Так что мне бы очень хотелось, чтобы вы сняли экранизацию сумели, которая бы мне понравилась, потому что та, которая сейчас, она меня расстраивает. Так, ну и «Goodreads» – книга, которую вы всем рекомендуете. Я всегда всем людям рекомендую одну и ту же книгу. «Мою любимицу» – это книга Семеновой. «Волкодав». Та часть, там много книг из этой серии. Я имею в виду ту часть, которая из «Стовик камень». Хронологически она является первой, а вот если следовать порядку, написали, по-моему, третья или даже четвертая. То есть вот эту книгу я рекомендую. Вот такое вот видео у меня сегодня получилось. Ловите удовольствие от прочитанных книг, читайте их не потому, что так надо, а потому, что так нравится, потому, что такое настроение. На этом все. До скорых книг. Редактор субтитров А.Семкин